приветствую всех 2752 сборка игровой системный блок новый в корпусе формула в line 77 13 такой черно-белый коробок три вентилятора на вдув в комплекте идут с управляемой rgb подсветкой управляется подсветка с помощью верхнего вентилятора он ведущий и он задает тоннам двум вентилятором снизу очень хитро какое-то решение через обычный разъем molex это как-то все заведено но тем не менее работает довольно таки качественные кулера симпатичные красивые и подсветка у нас управляется здесь данном корпусе отдельной кнопкой led также на корпусе есть кнопка reset power usb 3.0 и 2.0 разъемчики такая вот у нас машинка машинка у нас построена на базе процессора amd ryzen 5 1600 первое поколение поколение zen 6 ядер 12 потоков частота у нас базовая 3200 мегагерц и до 36 он в turbo boost и сам разгоняется первое поколение наверно самое холодное из процессоров они не греются но чтоб кулер не подвывал мы все-таки ставим дикулыч мини на двух тепловых трубках легенькую башенку легкая эффективная и такие процессоры абсолютно на нем не греются чипсет у нас здесь b450 и простая плата а срок b450 m hdv есть разъем ультра м2 под ssd накопители с интерфейсом нвм елибо сато и в отличие от интеловских чипсетов и b450 и бюджетный может спокойно заниматься разгоном памяти и процессора для процессоров райза наверное лучше это работа в turbo boost и не более особо там ничего не разогнать легким движением руки а вот по памяти можно либо разгонять с помощью стандартных функций но так как чипсетник совы подставить тайминги не может плата поэтому в идеале это использовать профильную память с профилем xmp данном случае у нас две планки по 8 гигов кит комплект круциал ballistics есть профиль на 3 гигагерца и здесь 15 тайминги очень очень редкие обычно идут 16 либо выше и вот в профиле разгона на повышенном напряжении эта память работает для этого процессора наверно лучше ничего и не найти я создаю накопитель у нас с интерфейсом sata fox line fox line мы начали ставить из того что по крайней мере в параметрах указан довольно таки высокий параметр тбв количество циклов перезаписи здесь 260 карабайт допустимое количество то очень много обычно сотка а в некоторых даже 80 60 и так далее видеокарта на geforce gtx 1650 палит на двух вентиляторах реализован фан-стоп причем довольно таки хитрый фан-стоп когда нагрузку видеокарты получается сначала начинает вращаться левый вентилятор если температура еще увеличивается то вращается правый подобное встречал только на гигабайтах rx 55 500 xt на 8 гигабайт на 4 гигабайт там тоже как-то вот странно вентилятор работает но вот в данном случае тоже так даже поначалу показалось что какая-то карта неадекватная для 1650 два вентилятора до питания это если честно перебор но два вентилятора всяко будет лучше чем один ну и плюс до питания немножко нам разгрузит даже скорее не сладко все экспресс а вот этого 24 пиновую колодку по которой идет все питание здесь всего лишь два тоненьких проводочка в общем 1650 на gddr6 ну а по уровню производительности это видеокарта один в один как geforce gtx 1060 если 3 гиговые карты встретить можно сейчас они уже в районе 20000 бушка стоит то это стоит 25 800 она новая еще и на 4 гига поэтому в принципе наверное это лучшая игровая видеокарта сейчас сборках 1650 супер стоит 35000 она не сильно будет отличаться а 1660 супер стартует от ценников шестьдесят восемь тысяч 1660 по 55 ну в общем по большому счету в новых системниках кроме то видишь не еще смысла ничего ставить просто слишком дорого блок питания на 600 ватт фирма аккорд обычный простой блок питания для такой сборки более чем достаточный по хорошему суда еще бы жесткий диск добавить можно принести свой можно добавить терабатники хоть вроде как майнинг прет монеты чья на жестких дисков но на ценообразование по жестким диском на 1 терабайт никак не сказалось подорожали только nvme ssd накопители больших емкостей терабайт 512 гигабайт и большие емкости жестких а вот терабатники как стоили так стоит так что этот майнинг никак не сказался на ценники крайне редко кто nvme ssd накопители большого объема покупает конечном итоге все это вот так вот вышло сбоку нас закаленное стекло с тонированной рамкой стекло прикрыто металлом что очень классно все сколы исключены сверху идет пыльник можно поставить сюда спокойно систему водяного охлаждения есть этот отступ вверх и в бок вентилятора можно поставить 120 140 значит можно любую систему воздушного охлаждения сюда ставить любых габаритов в корпус все поместится но по деньгам системе получился пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей если добавить жесткие за три тысячи рублей вот 57 700 он выйдет такая вот машинка